А сейчас внимание! Имеющий уши да услышит! Впрочем, мир его узнал уже таким. Да, это тот самый Бьор Улвиус из невероятно популярного в мире шведского квартета Аппа. В те годы муж беленькой девушки по имени Агнета. Ну, все это еще впереди. Сейчас молодые и вполне себе начинающие музыканты спавнили песенку под названием Габриэль, которая именно после этого выступления возглавила европейский парад. Узнаете песню? В этом году исполнилось 45 лет советской песни «Солнечный круг». Эта композиция была частью официальной советской идеологии, можно сказать, символом советской внешней политики. Впрочем, и простому народу эта песенка пришлась по душе. Может быть, потому, что ее припев поэт Лев Ашанин взял из восхитительной книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». А история превращения советского солнечного круга чведского Габриэль началась, когда никому еще не известна. Тамара Менза, и она в Московском «От двух до пяти». Именно там она познакомилась с композитом «От двух до пяти». Игорь Монтарин, игорь Монтарин. Островский принес эту песню. По нашему ощущению, в ней вот недоставало какой-то изюминки, чтобы она выстрелила так, как надо. Родилась идея попробовать, я ей предложил детским голосом спеть. Попробовали. Нам всем понравилось. Первый раз «Солнечный круг» в исполнении Тамары Мянсаровой услышали именно за рубежом. На фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Юность мира ликует на улицах Хельсинки. Юноши и девушки разных стран привезли на фестиваль яркое искусство своих народов. А в 1963 году Тамара Мянсарова получила гран-при нового музыкального фестиваля в польском городе Сок. Получила она его как раз за песню «Солнечный круг». А вот тут случился казус, о котором сегодня, конечно, можно рассказать. Решение художественного совета, ну, с концерта, когда, так сказать, кто-то направлялся за рубеж, что решение приняло треугольник, партком, местом и, так сказать, дирекцией. Вот они выступили против направления Тамары в Сопот. Используя свои уже какие-то личные связи, я обратился, так сказать, в секретариат ЦК ВКСУ, рассказал об этом казусе и попросил помочь. Секретариат взял на себя гран-при новости выезда человека. И таким образом, спектакль поехал в Сопот. Испех был в Сопот. Точно сейчас неизвестно, где песню «Солнечный круг» услышали шведские музыканты. Может быть, на фестивале в Хельсинки или в Сопоте. А может быть, будущему продюсеру, легендарной Аппу Стигу, который в то время возился с группой «Лон» и «Синерс», просто попал в руки пластиковые мелодии, в зависимости от песни «Солнечного времени», которая, кстати, вышла в свет в том же 1931 году. Очень важный момент. В то время Советский Союз не замечал контракты на передачу исполнительских прав со странами Запада. А это означало, что песня никому не принадлежит. Удивительно, но факт. В мире авторские права на песню «Солнечный круг», правда, под названием «Габриэль», сегодня принадлежат продюсерам Стигу и Дэнни Андерсона. Но мы относимся к этому великодушно. Кто знает, может быть, без нашего «Солнечного круга» мир никогда бы не услышал лирических мелодий Аппу. Субтитры создавал DimaTorzok